Продолжение следует... Первое, первонаперво не стоит вестись на стоимость премиум статуса снижения, не надо строить станцию слежения, смотрите как прям, прям стихи поперли. А в итоге, после всего 5 уровней стройки сейчас в игре, не знаю, может дальше добавят, но короче 5% стоимости премиум статуса снижается и в итоге у меня 30 дней сейчас стоит вот 2185. Короче, в итоге на пятом уровне развития эта вышка будет экономить вам 40 рублей примерно каждый раз, когда вы будете покупать себе премиум аккаунт. Ну, можно сэкономить на сухарик, а можно построить что-то более полезное на этой базе. Значит, первонаперво что нужно строить? Нужно строить вертолетную площадку, которая дает бонус к получаемым кредитам. Кредиты в этой игре получаются большими суммами, игра апеллирует, я уже говорил, да, в отличие от картофана. То есть на каком-нибудь премиум танке вывозите за бой 200 тысяч кредитов, а эти 5% это плюс еще 10 тысяч кредитов сверху. И так каждый бой, и чем раньше вы прокачаете вертолетную площадку, тем больше общих бонусных денег успеете получить за свои бои. Игра, в принципе, деньги не выжимает, да, в минуса танки не уходят, особенно с премиум аккаунтом. Без премиум аккаунта вы никогда в жизни все равно не докачаетесь до тех уровней, на которых танки начнут уходить в минус. Особенно будут испытывать нехватку кредитов те, кто любит качаться в ПВЕ режимах. Они, во-первых, потом в ПВП играть не умеют, ни на одном уровне, потому что только с ботами играть и научились. Во-вторых, в ПВЕ очень мало дают денег и приходится фармить, поэтому оборудование плюс на высоких уровнях очень дорогое. Ну и сами танки стоят очень дорого, поэтому первого-наперво я советую строить и прокачивать до пятого уровня вертолетную площадку. Не надо распаляться на том, что материалов дают стотку в день, можно построить это первого уровня, это первого уровня, это второго уровня. Это вам не правило войны из Крис ВКонтакте. Тут смысла строить здание, которое будет вам давать 1% каких-то плюшек нету. Так что я бы первым делом посоветовал прокачать именно вертолетную площадку. Вторым, что качать... А вторым, я думаю, что лично, по моему мнению, стоит качать ангар. Вот я лоханулся, я его не прокачал. Ангар снижает стоимость ремонта техники. То есть прокачивать его надо из тех же соображений, что и вертолетную площадку экономить кредиты. В каждом бою танки ломаются, танки чинятся. То есть сначала это стоит недорого, 5 тысяч кредитов, потом 10 тысяч, и в итоге дойдет сумма... Ну, у меня сейчас где-то по 25-30 тысяч на ремонт уходит, а будет на последних левелах и 50, и больше, я уверен. Поэтому чем раньше вы прокачаете ангар, тем раньше вы начнете экономить деньги на ремонте. В этой игре кредиты лишними практически не бывают. Это в начале игры мне казалось, что кредитов здесь больше, чем надо. Теперь мне так не кажется, потому что мне нужно 8 миллионов, чтобы танк купить. Далее ВПП, она же взлетно-посадочная полоса. Снижает стоимость оборудования. Но я ее советую прокачивать 3-й после ангара, потому что чинить танки приходится куда чаще, чем покупать на них оборудование. Поначалу в игре оборудование стоит дешево, стоит копейки. ВПП надо прокачать к тому моменту, когда у вас будут танки где-то 7-го, 8-го уровней. Потому что там оборудование начинает стоить, ну, второй ступени где-то 1,5 миллиона. Третьей ступени где-то 2 миллиона с лишним. То есть прокачаете полностью 5-го уровня, у вас будет на 10% дешевле. На 10% дешевле все это будет стоить. Это тоже поможет экономить деньги. Плюс не так много, как вертолетная площадка или ангар. Но все равно приятно. Особенно если по ошибке вы будете ставить не то оборудование или менять это оборудование. Оно здесь не как в картошке снимается с одного танка и ставится на другой. Оно продается и покупается заново. И так каждый раз. Ну, далее уже идут второстепенные здания, которые практически не нужны и пользы никакой не принесут. Например, казарма. Бонус к опыту экипажа. У меня она прокачана, но в принципе это не обязательно. Это поможет быстрее прокачать экипажу перки. То есть на новом танке. Экипаж здесь не пересаживается с танка на танк. Поэтому на каждом новом танке экипаж, вернее, у вас будет донный. Без перков. Поэтому казармы помогут на 10% быстрее получить перки. Но первые перки можно получить и без казарм довольно быстро. А вот вторые перки у экипажа даже с казармами получаются довольно очень долго. Там очень-очень долго надо качать этот экипаж. поэтому казарма вам просто, она просто не особо помогает, так-то она может и ничего. Дальше идет там, например, учебный центр, бонус к опыту командира, абсолютно бесполезное здание, потому что командир качается у вас один раз и навсегда, на каждом новом танке, на каждый новый танк переходит уже ваш прокачанный командир, поэтому я думаю, что и без вот этого вот здания, и без учебного центра можно прокачать командира уже где-нибудь к танку третьего-четвертого левела. Другой вопрос, что вы возьмете, потом откроете новых командиров, ну и, собственно, и с их прокачкой можно особенно никуда не торопиться, особенно если у вас есть премиум аккаунт, там командир у вас прокачается в течение дня до последних перков, то есть если бы вот надо было командира месяц прокачивать, это здание имело бы смысл, но командир качается очень быстро, опять же, и, как я уже сказал, командир прокачивается раз и навсегда, поэтому это здание можно строить в последнюю очередь, ну, может, не в самой последней, но в одну из самых последних очередей. Про станцию слежения я уже сказал, да, на пачку сухариков будете экономить каждый раз, и остается только, как я понимаю, штаб. Штаб дает бонус к общей репутации 20%, но вообще 20% цифра неплохая, особенно во всяких акциях, когда там по 200% опыта бонусного получаете, но, в принципе, вот это здание нужно строить по логике в пятую очередь, или в четвертую, либо вместо казармы, либо после казармы, потому что, ну, свободный опыт, это всегда хорошо, когда вам там не хватает, допустим, дэшку опыта для того, чтобы открыть новую пушку на танке, новый движок, там не хватает вам тысячи-две опыта, и не хочется проводить еще один бой на стоковой машине, вы вкладываете свободный опыт, а накапливать свободный опыт на то, чтобы просто в тупую прокачивать танки здесь, типа, ну, чтобы там проскочить там шестой или седьмой левел, допустим, взять сразу в восьмой, стока вы все равно никогда не накопите. Вот, на этом, собственно, и все. Пока что других зданий не ввели, и неизвестно, когда введут. Тут, в принципе, я даже так подумал, даже придумывать-то нечего, по большому счету, каким можно давать людям бонусы, которые будут не связаны с улучшением техники в игре, типа, там, построил здание, начал быстрее и точнее стрелять, так же не бывает, поэтому таких зданий здесь нет, вероятно, не будет. Ну, поживем, увидим, а пока вот так. Так что на этом все, я обещал, что гайд будет короткий, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, и все такое. КОНЕЦ